здравствуйте сегодня у нас презентация достаточно редкого проигрывателя фирмы тинсай модель т.д. 750 qz про фирму тинсай в интернете очень мало информации по некоторым данным эта фирма являлась дистрибьютором техники производства японской фирмы окай на территории западной европы и швейцарии по данным сайта радио музей этот проигрыватель был сделан в 1975 году в принципе это похоже на правду потому что на мой взгляд этот типичный представитель проигрывателей того времени так ну что здесь у нас крышечка ко мне попала уже битая и подклеена подклеена не очень идеально можно немножко заполировать будет лучше и второе у крышки сломаны петли она не держится в открытом положении тоже не страшно в принципе можно сделать проигрыватель полный автомат прямой привод варцевая стабилизация принципе агрегат очень неплохой что характерно для проигрывателей того времени это достаточно тяжелые диски этот я взвесил этот диск он висит пила 350 значит две скорости 45 33 возможность включить отключение отключения кварцевой стабилизации и здесь ручная регулировка отключенной кварцевой стабилизацией клавиши пуск стоп клавиши управления микро лифтом то норма и выбор размера пластинки для автоматического воспроизведения что характерно этот проигрыватель имеет возможность проигрывать пластинки размером 25 сантиметров что более поздних моделях проигрыватель было исключено потому что пластинки 25 сантиметров для достаточно старая вещь ну проигрыватель мне достался вот таким интересным звукоснимателем вот а именно это звукосниматель арта фонд vms 20 мк 2 характерен тем что имеет очень небольшую прижимную силу всего один грамм и неплохие характеристики и к тому же предыдущий хозяин ведь его поставил на легкий шелл этот шелл он где-то около 6 грамм стандарты помогла 9 то есть сейчас не помню на проигрыватель есть вот такой регулятор количество повторов проигрыватель максимум можно поставить 6 раз положение . и один пластинка будет проигрывала один раз и так далее 2233 и прочее бесконечного режима проигрывания здесь нет я снял нижнюю крышку чтобы показать во внутреннее устройство проигрывателя как и большинство моделей того времени они используют привод основного мотора и через механи систему механики передают управляют движением тонарма сейчас я более крупно покажу узел тонарма потому что в этой модели я увидел некоторые особенности особенностью этого проигрывателя на мой взгляд является схема управления автостопом вот на этой платке находится геркон на рычаге который жестко прикреплен к тонарму находится магнитик и когда магнитик достигает геркона срабатывает соленоид который собственно и управляет автостопом что еще меня удивило в этом проигрыватель я не нашел регулировку точки опускания на пластинку но в результате мне пришлось регулировать это вот здесь этими винтами то есть тонарм относительно положение тонарма относительно общего узла но есть регулятор точки срабатывания автостопа который доступен с той стороны значит вот здесь есть такой винт и эксцентри который регулирует точку срабатывания автостоп ну в остальном здесь двигатель прямой привод в общем-то ничего такого особенного двигатели прямого привода с кварцевой стабилизации уже были широко распространены в то время для демонстрации работы устройстве я поставил головку потяжелее чтобы ненароком не повредить иглу легкой головки это китайская ap91 поэтому мне не сильно ее жалко сейчас мы сразу посмотрим как работает система повтора автостопов и увидим как работает весь проигрыватель давайте поставим на двоечку значит у нас должно проигрываться два раза пластинка интересно что если мы поставим на денечку или на звездочку пластинка все равно будет проигрываться один раз так пуск значит сейчас тонар пройдет начало пластинки я уже говорил что вся автоматика здесь реализована механическим способом от основного двигателя пластинки так моделируем конец пластинки сработает автостоп теперь обратите внимание вот на это колесико сейчас она повернется станет на позицию 1 осталось еще одно проигрывание снова на начало началось воспроизведение мы снова смоделируем конец пластинки и теперь она повернулась на звездочку и проигрывание прекратить что еще можно сказать про этот проигрыватель ну у него есть ручная регулировка скорости вращения положение с выключена кварцем я правда не очень понимаю зачем это нужно значит старые пластинки как я говорил уже можно проигрывать диаметром 25 сантиметров во всем остальном очень хорошая модель классика середины 70-х прямой кварцевый привод классические сообразный тонар что еще можно требовать от этого проигрывать да забыл сказать что я купил эту модель очень дешево на мой взгляд заплатив где-то точно не помню но я думаю что не 70 евро без доставки хотя у нее есть определенные дефекты в части крышки и к тому же у нее были сломаны ножки но я думаю на качество работы модели не это не влияет ну и само собой я где мог почистил смазал ее и вполне приличный рабочий внешний вид для демонстрации звучание проигрывателя я взял вот такую старую пластиночку эта пластинка выпущена в 1965 году более 50 лет назад а значит по закону российской федерации все фонограммы с этой грампластинки перешли в общественное достояние и эта презентация не нарушает ничьих авторских прав спасибо а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok